Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Небольшой апдейт по ситуации на рынке. Ну что, биткоин на недельках продолжает отрисовывать бычью дивергенцию, гигантскую, масштабнейшую бычью дивергенцию. Вообще такую, подобных, которой особо-то и не было, если вы посмотрите на графики за всю историю. Очень примечательный, интересный факт. На более локальном масштабе, что мы видим на 4-х часовике, мы снова отверглись от верхней границы этого диапазона и пошли вниз. То есть вот мы зажимаемся в такой, я не знаю, это конечно не треугольник, но некий боковик с уменьшающейся волатильностью. И как трейдеры мы конечно можем тут много искать точек, более лучших точек входа, перезаходить ниже. Я вот собственно по битку сейчас так и делаю, я нахожусь вне позиции, выходил вот здесь, пробовал перезаходить вот здесь. По дэшу тоже скинул большую часть позиции, несмотря на то, что очень побычно настроен на альткоины. На тот же лайт, тот же дэш, потому что посмотрите что с доминацией. Доминация идет вниз, прям четко по плану, спокойно отвергается постоянно тоже от сопротивления и поджимается к уровню. То есть смотрите у нас пики гаснут, а минимумы остаются те же. И мы поджимаемся к уровню входа в серьезнейший альтсезон. По RSI тоже опять же это видно. При том, что по битку видно кучу бычьих знаков в долгосроке. Вот я делал у нас в телеге пост от Directional Root твит о том, что смотрите, халвинг, процесс, прогресс халвинга 64%. Многие не поняли что это. Ну что, это отметки от халвинга на 64% от даты халвинга. Мы как раз начинали обычно флетить и расти. И посмотрите, как это было здесь и вот здесь. Это было уже окончательно дно, после дна рынка. И сейчас предположительно, что нас ждет то же самое. THDF опять же отмечает интересную штуку. Смотрите, что на альткоинах, на капитализации альткоинов у нас падающий клин. И мы пробились уже из него наверх и ретестим сейчас как поддержку по RSI сопротивление из этого падающего клина. Интересный момент. Опять же к вопросу бычьей дивергенции. У нас индикаторы с вами показывают, что мы уже растем, при том, что цена еще падает. Вот это важный момент, это надо понимать. Поэтому имеет смысл накапливать даже сейчас все те монеты, которые вы собирались накапливать, собственно, когда все было на хаях. Напишите в комментарии, какие монеты вы накапливаете и в какие проекты вы верите. И вообще пообычно ли вы настроены на крипту. А сейчас хочу показать вам макро взгляд от нашего коллеги Team Underground, голландского криптоаналитика. Обязательно посмотрите его мысли, очень интересные мысли по взгляду на крипторынок в ближайшем будущем. Друзья, дело вот в чем. Как только у биткоина образуется значительное движение вверх, как только образует бычье движение, все начинают говорить. Я обязательно куплю следующими движениями в рынке на следующей 80% коррекции. И хоть мне и неприятно это наблюдать, но мы находимся в 80% коррекции, около 77%, неважно. Вероятно, мы уже касаемся дна, конечно, мы можем пойти еще ниже, но долгосрочно мы вряд ли пойдем сильно ниже. Очень многие люди говорят, что мы пойдем до 8000, до 6000. Я слышал предсказания о движении биткоина до 1000. Друзья, вот в чем дело. Вероятно, что этого не произойдет. Вы должны понять, в бычьем рынке происходит обратное. Когда происходит бычий рынок, все начинают покупать биткоин, что является очень хорошей позитивной новостью. Все начинают говорить, что биткоин достигнет 100 тысяч долларов или 200 тысяч. Все настроены крайне по бычье. И на самом деле из-за этого очень многие начинают хотеть продать. Вероятно, зарабатывая огромные деньги, в итоге полностью пропуская вершину. В итоге удерживая биткоин очень долго, упуская свои цели, ожидая слишком больших вершин. Даже мои цели я пропустил, ожидая 80 тысяч, что в итоге не получилось. Мы достигли около 70 тысяч. Но, несмотря на это, во время бычьего рынка все настроены крайне по бычье. Многие ждут достижения 100 тысяч долларов. Если посмотреть на время, когда он стоил 20, многие ждали 40 тысяч долларов. И дело в том, что когда мы в медвежьем рынке, особенно в затяжных медвежьих рынках, когда мы идем ниже и ниже, люди начинают ожидать гораздо более низкие цели. Говорят, что биткоин упадет до 1000, что у биткоина никогда больше не будет бычьего рынка. Но, как вы думаете, что происходит? Буквально через несколько месяцев он снова восстанавливается и возвращается к 40 тысяч. А о медвежьем рынке все забывают. Если вы купили его по 3000, вы герой. Вы сделали умные деньги. А если продали, вы, вероятно, не хотели оставаться в живых в то время. Потому что потерять 400% прирост всего лишь за несколько месяцев, это больно. Так что, повторюсь, я ценю вас, друзья, но некоторые из вас должны в конце концов понять, мы очень, вероятно, не пойдем до 1000. И на самом деле, я думаю, что мы точно не пойдем до 1000. Но мы можем пойти на 12 тысяч, можем на 13 тысяч. Но действительно ли это так важно в долгосрочной перспективе? Вероятно, нет. Вероятно, мы пойдем немного ниже, наверное, до декабря, перед тем, как в итоге начать движение вверх. И можем вернуться снова до 40 тысяч. Но в огромной степени, аналогично этому, многие вот здесь, вероятно, хотели продать биткоин. Но прождав слишком долго, ожидая роста цены значительно выше и выше, так что я думаю, что многие упустят цели аналогично во время медвежьего рынка в ожидании движения ниже и ниже. Будучи слишком напуганно покупать, в итоге биткоин сформирует дно, в итоге, сделав 30% движение вверх за один день, и все, кто хотел купить, уже не смогут покупать это дно. А после фома будут ожидать точку для более низкого входа. И, возможно, это произойдет. У многих остался фиат на строю всех медвежьих, что, вероятно, кончится тем, что дно будет упущено. Я покупал по 17 тысяч. Многие мне говорили, Томас, тебе хана. Биткоин пойдет до 16 тысяч. Что ты делаешь? Зачем ты покупаешь? И в итоге многие просто не понимают то, чего я делаю. А я просто усредняюсь к доллару. Я на 100% уверен, что я не смогу предугадать дно. Но я не волшебник. И я не могу предугадать будущее. Я просто усредняюсь. И аналогично здесь. Если бы вы усреднялись полностью до этого низа, и покупали биткоин даже по 4 тысячи, биткоин все-таки ушел до 3 тысяч. Но действительно ли это было важно, если бы вы покупали здесь биткоин по 4 тысячи? Абсолютно нет. Вы также сделали бы огромный профит. Знаете, что вы бы не сделали профит, если бы ожидали биткоин до 1 тысячи? Возможно, вы не покупали, когда биткоин снова вернулся. То есть вы вообще бы не купили, ожидая движения биткоина до 14 тысяч, а затем поймали бы фома на вершине. У-у-у, нет. Гораздо, гораздо лучше усредняться. И когда все слишком боятся, аналогично, когда Илон Маск покупал биткоин, вам не следовало покупать биткоины, потому что в это время он их, вероятно, продавал. Так, и почему мой график здесь не отображается? Так, мы снова на связи, мой интернет вернулся. Не будьте тем, кто пытается поймать дно. Особенно не будьте тем, кто пытается это делать с плечом, ожидая движения биткоина до 1 тысячи, либо наоборот. Возьмите выходные, вместо того, чтобы думать о росте цены, находясь на дне. Я думаю, лучшее, что сейчас можно сделать, это то, что мне однажды сказал очень опытный трейдер, один из наиболее прибыльных трейдеров, особенно здесь, в Твиттере. Он дал мне очень хороший совет. Гораздо лучше держаться подальше и вообще не использовать торговлю с плечом. Просто жди начала бычьего рынка. Будет огромное количество возможностей, просто нужно ждать. Подбери хорошие позиции и зайди в рынок. Сейчас экстремально хорошая возможность для накопления. Есть очень много позиций для того, чтобы их накапливать, но при этом очень много волатильности, потому что что происходит на медвежьих рынках, люди устают и начинают спекулировать. Образуются очень большие и резкие движения. Так что есть очень много денег для заработка, но только если ты терпелив и не совершаешь безумные поступки. В итоге, скорее всего, у тебя будет все в порядке. И, кстати, вот что сказал на этот счет Джон Браун. Один из наиболее известных битфиникс-трейдеров, он торгует на сотни миллионов долларов. Вот его слова. После лесного пожара проходит время, пока он снова не сгорит. Но между этим происходит рост. Отличная фраза, по сути, говорящая, что лес сгорел, крипторынок сейчас сгорел. Нельзя сжечь лес два раза. Сейчас он действительно сгорел, поэтому мы снова возвращаемся в период роста. И это мы видели здесь, в предыдущих медвежьих рынках, когда происходил пожар, после чего начинался период роста, а затем все снова выгорало. Такая вот тема, чуваки. Ставьте лайк обязательно этому видео, если вы зацениваете криптоконтент. Подписывайтесь на канал обязательно, если у нас новенький. В долгую, конечно же, накапливаем позиции. Я по битку тоже буду накапливать позицию. Просто вышел пока, чтобы зафиксировать прибыль. Если что, буду впрыгивать и информировать вас. Ну вот, по сути, мы видим, что у нас локальная вот эта моя фиба, по которой я торгую уже недели две. Мы спустились от 61 к 78. Удержим ли ее? Если удержим, то лонг. Если не удержим, то можем уйти вообще еще ниже из этого диапазона. Напишите в комментариях, как думаете вы. Торгуем на Байбит. Ссылочка в описании. Вступайте к нам в телегу обязательно, друзья. Торгуем осторожно с риск менеджментом. Всем профитролей. И до встречи, встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok